Добрый день! В эфире общественного независимого телевидения программа «Тема». И тему сегодняшней программы я решила назвать следующим образом. Выборы в условиях непровозглашенной войны. У нас сегодня в гостях депутат Верховной Рады 7-го склыканья и кандидат в депутаты Верховной Рады 8-го склыканья Анатолий Степанович Килисенко. Добрый день, Анатолий Степанович! Приветствую вас! Анатолий Степанович, мы с вами не первый раз встречаемся в студии, поэтому я хотела бы задать вам вопрос свой традиционный. Мы все время обсуждаем тему, что нам не хватает государственников. И мне кажется, что та ситуация, которая сегодня сложилась в стране, она лишний раз подтверждает, что патриотизма, государственности и вот этого мышления нашим депутатам как раз таки не хватает. Опровергните. А. Не собираюсь опровергать. Б. Смещу акценты. Мне кажется, иногда люди переоценивают роль парламента. При всей важности парламентских выборов. Когда вы говорите о том, что не хватает патриотизма или государственности, давайте посмотрим, у кого не хватает. У людей категорически не согласен необычайный патриотический подъем. Не только молодежь, многие представители бизнеса, даже крупного бизнеса, бросают свои предприятия и идут с оружием защищать страну. Второй фактор. Всегда обходили страной военкоматы. Подальше держались от государства. Сейчас. Посмотрите, какое волонтерское движение. Сколько людей уделяет свое время, энергию, рискуя, выделяя средства. Сколько перечисляют на фонд Минобороны и поддержки армии? Патриотизм необыякий. На самом деле проявились лучшие черты, которые мы считали, может быть, где-то там в истории остались. Они есть. А теперь государственность. Когда говорят, слабый народ, слабая армия, нет техники и так далее, или мозгов нет, или нет ответственности. Я говорил в период президентской кампании, акцентировал на это внимание, без персональных факторов, без фамилий. Крайне негативный момент бизнесу власти. Крупный бизнес в крупной власти. Вот в правительстве Януковича и Виктора Федоровича было 6 миллиардеров. Они рассказывали сказки о том, что построят тут рабочие места, а все будет тип-топ. Ну и все равно наступал момент, когда они путали свой карман с бюджетным. То же самое, к сожалению, повторяется сейчас. Но вы об этом очень часто... Президент-миллиардер, первый зам главы администрации-миллиардер, бизнес-портеры назначаются на флицевые должности. Откуда в них государственность в принципе? Вот, например, господин Косюк, это наша ряба, огромный аграрный холдинг. Наверное, он классный менеджер, если смог, заработать миллиарды. Но причем он до разбудовы СБУ, МВД, армии и других силовых структур. Он об этом понятия не имеет, не имеет профессиональных знаний и не имеет государственного подхода. У него коммерческий и бизнесовый подход. Поэтому давайте будем разделять, кто есть кто. Сейчас мы говорим о парламентских выборах. Рабодянская оппозиция к себе в список включила тех людей, которые имеют гражданскую позицию по жизни. И знают, как решать вопросы в интересах всего государства 45 миллионов, а не какого-то клана или какого-то конкретного предприятия. И показали это по жизни. Тут возникает сразу вопрос, Анатолий Степанович. Эти люди нашли вас или вы в результате своих встреч все-таки просеяли золотое зерно для своих коллег по партии? Будете удивлены, поясню, почему. Вот я председатель партии громадянской оппозиции, я зарплаты не получаю. Наш руководитель областной организации Оля Пульхрова не получает здесь в Одессе и нигде не получает. В нашу партию не идут толпами, потому что тут ничего не раздают. Вот в партии регионов, то последнее время было там полтора миллиона. В Батькевщине Турчинов заявлял 600 тысяч, а у нас нет. У нас около трех тысяч. Потому что каждый член партии вкладывает в виде взносов, в виде пожертвов, для того, чтобы все вместе мы что-то сделали толковое. Это нормальная партийная строительство. Да. Поэтому остаются тех, кто по жизненным ценностям близки. Иначе не интересно. Это же не армейская структура, что у тебя есть начальник подчиненной и работай по уставу. Это добровольное объединение. Кто-то не хочет, он найдет сторону. Ищет тебе, как рыба, где глубже. Поэтому собрались люди по жизни, которые близки по ценностям. Которые имеют твердую гражданскую позицию. Которые не боятся говорить правду. Которые предлагают решения. Не просто кричат «Гавал», критикуют. То есть вот такие собрались. Из таких сформирована команда. 156 человек. Причем в эту команду мы включили людей из-за пределов партии. Во-первых, демо-альянс, с которым мы объединились. Молодые, такие задиристые ребята. Да, они показали себя на Майдане. Не только на Майдане. И на войне, и волонтерстве везде. Второе. Мы включили и для многих общественных деятелей. Это было удивительно. Когда я им сказал, иди в первую пятерку. Работай. Ты борешься с коррупцией? Адами. Не боялся Януковича? Плюй, вперед. Пиши законы. Для того, чтобы не было в принципе коррупции. Топ-менеджеров серьезной компании предложили. Ребята, вперед. Работайте. Вы знаете, как выживает промышленность. И понимаете, как сделать налоговую систему так, чтобы государство, а, не мешало, б, лучше помогало. Вот такие люди включили. Ну, ваш основной тезис о том, что у ответственности должно быть имя. Да, должна быть фамилия. По всей вероятности, ну, каким-то образом захлестнуло вот это молодое поколение. Они понимают, что если они выполняют работу, они хотят и не только нести ответственность, они хотят знать, кто выполнил эту честную работу. У честной работы всегда должно быть имя. Конечно. Ну, посмотрите, классная песня. Есть автор, классный стих, написанная картина здесь у вас. То есть там есть автор. Точно так же и у плохого дела. Если гибнут солдаты, почему? Давайте вот вернемся к этому вопросу. Вот смотрите. Я, конечно, понимаю, что выборы — это одно из требований Майдана. Но, с другой стороны, сегодня в стране 7 месяцев идёт АТО. Люди уже не хотят даже этого слова сочетания, потому что все прекрасно понимают, что это война. Пусть не объявленная, но это война, гибнут наши дети. Все душой выступают за мир, но и у любого мира есть цена. Как вы считаете, какую цену мы можем заплатить, а через что мы переступить категорически не можем? Давайте по порядку. Есть жизненные принципы. У меня, у вас, как граждан, у меня, как офицера. Вот, например, я считаю аморальным принимать гуманитарную помощь от агрессора Путина. По определению, если это надо объяснять, тогда беда. Мой отец, который захватил кусочек Великой Отечественной, в 44-м году его призвали 17-летним пацаном. Он рассказывал, как тяжело было им, пока были в учебке не на фронте, даже нечего было есть. Но никогда они не унизились бы до того, чтобы взять гуманитарную помощь от фашистского правительства. А тут МИД Украины на полном серьезе проводит переговоры и гуманитарный конвой от Путина. Да можно брать от кого угодно, от поляков, австралийцев, японцев. Но от Путина, по приказу которого убивают наших людей, и военных, и гражданских, мне кажется, моральная планка опущена, когда об этом говорят. То же самое, когда мы доходим до мира. В моей семье, которая была бы очень большой, если бы война Тани и Апалила, она была бы раз 8 больше, есть ряд трагических таких страниц. Вот два брата-близнецы, братья моей бабушки, они погибли в Брестской крепости, молодые, по 19 лет. Они, конечно же, хотели жить. Они хотели любить, иметь детей, иметь жизненный путь, а их не стало. Они защищали нас, защитили, чтобы не горели крематории по всей территории Украины, чтобы не уничтожали украинцев, евреев и так далее, как это делал Гитлер. И они остановили его ценой своей жизни. И эти трагические страницы, они, с другой стороны, яркие страницы и в семье, и во всех семьях. Потому что это пример, как бороться за свободу, за достоинство. Если эти базовые понятия сдаются, ну тогда мы никто, без рода, без племени. Тогда могут через нас гулять любые агрессоры. И я не хочу, чтобы... По-другому поставлю вопрос. Ну, наверное, можно было, как некоторые страны Европы во время Второй мировой, просто не сопротивляли. Зидитлер пошел и пошел дальше. А наши люди остановили эту чуму фашизма на всей планете. Честь ими хвала и Царство Небесное. И мы понимаем, что это герои. Так вот теперь мир. Если миром называют сдачу Путину десятков тысяч квадратных километров Донбасса с миллионами людей, в моей моральной системе координат это не мир. Это сдача людей варварам. Это же не территория, это люди. Это несколько миллионов людей. Как так? Возникает вопрос. Другой, который звонят постоянно, комбаты и офицеры, и солдаты из той зоны, которую называют АТО, на самом деле, зона боевых действий. А за что мы воевали все эти месяцы? За что погибли, получили ранения, уничтожено больше ста предприятий? Чтобы теперь сдать все? Чтобы там бандиты, террористы, против которых возбуждены уголовные дела, за то, что они сбивали самолеты наши и не наши. Но вы знаете, вот... Это мир? Это не мир. Это не мир. Но вот сегодня упорно муссируется тезис о том, что Украина просто-напросто не в состоянии ответить достойно агрессору, что у нас нет ни материальных, ни человеческих, ну, а, правда, о душевных силах не говорят, поскольку народ сейчас как раз-таки показал едность в своем желании. Ключевое слово муссируется. Потому что на самом деле это не так. Но давайте в нашей истории не берем далеко, когда находились народы, которые защищали себя от более сильного агрессора. Абонистан, Советский Союз, Вьетнам, США и так далее. Прямо в нашей истории. На Майдане и на Майданах. Стояли с деревянными щитами и с палками. А Янукович охраняло полмиллиона силовиков. Ну и, где Янукович со своей сворой? Дух побеждает. Не только и не столько оружие, численность, боевая подготовка. Дух побеждает. Вот вот видите, Висталия Кличко, двухметровый чемпион мира. Я знаю очень многих, намного меньше ростом, не чемпионов, но с духом, которые могут его завалить. И они знают, куда и как ударить, где болевые точки. Не привыкшего к уличным дракам, классического чемпиона Кличко, который на ринге, если ударили ниже пояса, стоп, свисток, брейк. Есть способы защиты себя. Если верить в свой народ и в свою армию, тогда вопрос не стоит, нам сдаться, как сдали Крым, сдать кусок Донбасса, а потом дальше что? Мой Киев или ваша Одесса? А где предел? Нет предела для агрессора, если не давать ему по мозгам. Это первое. Второе. Не будет успеха дипломатов, если агрессор параллельно не будет получать по мозгам. Потому что тогда дипломатия сводится к подписанию акта капитуляции. Нужно параллельно использовать все рычаги. И санкции наших партнеров, и финансовые инструменты, и военные инструменты. Только тогда дипломатия даст результат. Это классика, которую не нужно объяснять никому. Это в учебниках написано. Теперь, есть ли у нас ресурсы в нашей армии? Краткий ответ есть. А чего же не хватает? Руководство. Я не хочу нецензурных слов использовать. Самые мягкие, бестолковые, безответственные. Из-за чего гибнут? Из-за чего потери территории? Из-за чего недоверие? Из-за чего сомнения? Потому что как иначе объяснить? Можно еще слово саботаж, уголовный кодекс и тюрьма лет до 12. Так ответственности ж нет. Так вот, она должна наступить. Потому что я сейчас ехал к вам в студию и смотрю. Народный фронт, народный фронт, где-то Яценюк. У меня вопрос. Как правительство может идти во время войны и кризису на выборы? Ребята, а может поработать? Некому ходить в ваших партиях на выборы? Вы же камиказы взяли, сделайте дело. Они дело не делают. Потому что вы, и я, и всех на нас смотрят, каждый мерой своих ресурсов поддерживал армию, перечислял средства, какие-то материальные ресурсы. И это все 4 месяца лежало пластом. Не передавалось солдатам. Солдаты не получали ни бронежилет, ни каску, ни ботинки берца, ничего. Простой вопрос. Почему? А потом же премьер-министр, Арсений Петрович Иценюк, только 2 июля пропал март, апрель, май, июнь. Подписал документ, которым определил, а как эти деньги использовать, общая говоря. Я утверждаю, я готов подтвердить это следователем Генеральной прокуратуры. Подготовка такого документа занимает один рабочий день одного чиновника. А они телились 4 с лишним месяца. Вот вам ответственность имеет фамилию. И вот тот вопрос, возможно, я неправильно его формулирую, о государственном мышлении человека и чиновника, занимающего это место. В связи с этим, конечно, возникает вопрос. Мы рассматриваем ситуацию, что среди 29 политических сил, политических партий, приходящих, идущих на сегодняшний день в парламент, наконец-таки, хоть и говорят, что лишь только интеллектуалы за Гриценко, такое я вычитывала, Гриценко становится победившей силой. Готовы ли вы, Анатолий Сиванович, взять на себя полномочия главы правительства? Краткий ответ — да, но я его расширю. Я, во-первых, благодарен людям, которые в очень сложный период президентских выборов на фоне войны, миллион — это огромная цифра, огромное доверие, я его оценю, проголосовали тогда за меня персонально, как кандидата. Сейчас я не иду сам. Команда — 156 человек, которые условно Гриценки, не по фамилиям, а по ценностям. Вот как Порошенко ведет Порошенков, Тимошенко ведет Тимошенков, Яценюк Яценюков и так далее. Вот это люди такие же по ценностям, которые готовы брать на себя ответственность. Готов ли я, если будет доверено в парламенте, мы еще не знаем раскладов, но мы точно там будем, стать премьер-министром, формировать правительство? Да. При том, что понимаю, какая огромная ответственность. Вот когда шел на президентские выборы, я поехал к маме на Черкащину, она уже летняя кружинка, она сказала, если тебя изберут, в стране будет спокойно и безопасно, а тебе будет сынку тяжело. Она знает, как я берусь за дело и как я отдаюсь работе там, где мне доверили, чтобы был результат. Конечно же, если бы я формировал правительство, это не было бы нынешнее правительство. Вот это вот кота свободы, это кота удару, это фронтовикам, там еще каким-то фронтовикам, тегипкам, еще кому-то. Такого не будет в принципе. Профессионал, патриот, порядочный человек. Вперед работать. Забыли про рейтинги. Результат. Хватит пиариться, делаем дело. И потом скажем, да, мы это сделали. Тяжело, напряженно. Но поверьте мне, когда плачут, плачут Ярославны, как нас тяжело, пускай поговорят, у кого еще остались, в моей семье, к сожалению, уже нет. Те, кто пережил предыдущую войну, они еще живы. Ветераны той, которые помнят, как тогда было тяжело воевать, когда пошло 200 с лишним дивизий и несколько батальонных групп, когда в первый же день бомбили Киев, когда уничтожили дамбы, мосты, когда не было света, были уничтожены практически крупные все города. Это все люди отстроили. У нас сейчас нет такой ситуации и близко, а мы плачемся, что мы не способны. Мы что, не верим в свои силы, способны, как были отцы способны, и сделаем, и не допустим никаких Путинов, Путлеров, чтобы они диктовали условия в Одессе, в Черкассах, в Закарпатье, где угодно. Это наша земля и наши люди. Точка. Ну, мне хотелось бы, конечно, чтобы именно так мыслила, во всяком случае, большинство наших политических, наша политическая элита, но так оно, к сожалению, не происходит. Зависит, извините, от людей, потому что я сегодня обращался, уже говорил одесситам. Ну, извините меня, классный же город. Ну, правда, необычный, неординарный город. И не только потому, что здесь особое чувство юмора, сарказма и всего прочего, уживаются настолько многонационально переплетенные люди. Да здесь же особый интеллект. Я сказал, ну, у вас же ведь в порту игрушки и докеры имеют по три высших жизненных образования. Ребята, как вы можете из года в год голосовать за бандитов? Как вы можете голосовать за тех, которые вас раз дурят, второй раз дурят, опять покупают, опять дурят? Ну, сколько можно? Ну, расправьте хребет и проголосуйте честно, хоть раз. Ну, кидальте гибко, раз, второй, третий. Сколько можно? Сколько уже мэров можно избирать таких, которые, ну, лучше промолчу? Но люди вам ответят в Одессе. В Одессе человек просто-напросто не идет на выборы. Понимаю, что голосовать не за кого. А вот. И вот это, наверное, не правильно. Что значит не за кого? Ну, хорошо, я сейчас перед вами. Если человек интересуется, беспокоится о стране, беспокоится о том, чтобы в Одессе было спокойствие, чтобы здесь никого не сжигали, чтобы здесь никого не били, чтобы здесь было толерантно, спокойно, весело, с кружкой чая или там пива, кто как хочет. Люди просто развивались, не были привязаны к телевизору, к новостям, их не трясло, они просто жили в свое удовольствие, то пускай тогда избирают власть, которая им это обеспечит. Не мир, где постоянно Путин может нападать на новые территории, а настоящий мир. Не варье, когда сколько не платите, налоги, а все равно не доходят, а нормальную власть. Вот я перед вами представляю громадянскую позицию. Не существует человека в природе, нигде, который скажет, что я брал взятки, будучи министром обороны. Это разве не ценится? Ну должно цениться, наверное, в нашей стране. Это ценится, но вы знаете, я работаю в правительстве, выйду сейчас на улицу, я не прячусь за взводом охраны. Мне жмут руку, они бросают камни, потому что я людей не обманывал. Это разве не ценится? А что ж это ценится? Варье? Бандиты? Ну тогда беда. Но оставим этот вопрос открытым. Его каждый пускай пропустит через голову и через сердце. И тогда не будет такого, что я не пойду голосовать, ну и в баню, они все одинаковые. Не все одинаковые. Я не пойду голосовать, потому что ничего не меняется. Меняется, потому что после парламентских выборов будет уже не правительство и ценюка, а новое правительство. Уже не будет ГЛТ министром обороны и при этом убивают наших солдат и офицеров, просто бросают безбашенно их в котел, а будет толковый министр обороны. Мы сделаем все для того, чтобы защитить людей, чтобы был настоящий мир. Это же шанс. Но ведь вы понимаете, в чем дело? Все говорят, не то, что говорят, а все практически уверены, что прогнилась система. И даже если будет изменены элиты на руководящих постах, собственно говоря, структура не изменится. Человек не чувствует себя защищенным в этом мире. Вот давайте человек, который не чувствует защищенным и хочет себя чувствовать защищенным. Нахай полетит сейчас в Грузию, Белиси. В аэропорту увидит. В Грузии взяток не берут. Задача взятки семь лет тюрьмы. И это правда. Пускай попробует там общаться с дорожной полицией. Пускай попробует там зарегистрировать предприятие. Дорожная полиция помогает, а не ломает и берет взятки. Там не мусарня, там полиция. Вы говорите о реформах. Так это сделал Саакашвили на наших глазах. А вы говорите, что система прогнила. И в него прогнила. Но он ее подправил? Подправил. А мы дальше живем в нилой системе. Как? А как с марта месяца хочет помочь нашей системе. Посмотрите, сколько времени прошло. Сколько говорили о неопроженном реформе. А потому что он не с теми общается. Он поработал с правительствами Санюка и сказал, ребята, я трачу время. Прогласим или без меня прогласите. Пускай даже с завязанными глазами, потому что они боятся. В балаклавках. Предприниматели. Они вам расскажут. На таможне как брали, так и берут. В судах, как брали, так и берут. Получить разрешение, лицензию. В нынешнем министерстве как брали, так и берут. А кое-кто добавит. Берут еще больше и быстрее, потому что спешат. Скоро закончится через полтора месяца это правительство улетит в отставку. Это Виктор Федорович пришел, думал вечно. Поэтому не так не торопясь забирали все. А тут ребята бегом. Так как может Бендукидзе или кто угодно работать по грузинским лекалам тут? Он посмотрел сразу, через два дня понял. Варьё. Он с ними не хочет тратить время. И я с ними не хочу тратить время. Это правительство должно уйти. Часть из него под суд. Потому что нельзя издеваться над людьми. На фоне войны это называется мародерство. Я не кровожадный. Но вот на фоне той войны когда наши родители таких выводили перед строем и расстреливали. Для того, чтобы всех остальных заставить работать честно, ответственно. А если это все прощается, то возникает вопрос за что воюют солдаты десятки тысяч. Когда параллельно варьё разворовывает страну. Солдаты уже правильно говорят по телефону. И я их понимаю. Мы там закончим защищать страну и придем сюда. Поэта правительства. Я их психологически понимаю. Пусть правительство лучше услышит и прекратит. Бездеятельность, саботаж, разворовывание, кадровые назначения безобразные. Но складывается впечатление, что эти сигналы от солдат, от самообороны на местах в различных городах так называемая уличная иллюстрация сегодня проходит повсеместно, захлестнула. Если мы принимали участие в революции гидностью, то эту гидность в себе нужно взращивать не этими методами. Я категорически против этих методов. Но безысходность и отсутствие работы и изменений в тех же судах, в прокуратуре, в милиции, все это... Давайте повернем в качестве предложений. То есть ситуация понятна. Ну вот в армии я армейский офицер. Лейтенант формулирует проблему. Комбат предлагает решение. Вы в своей сфере более чем комбат. Я тоже. Давайте искать решения. Они же очевидны. Вот прямо сейчас на столе у президента Порошенко лежит принятый парламентом подписанный Турчинов закон о иллюстрации. Подпиши его без задержки. Что это будет означать? Прекратится вот там мусорная иллюстрация, прекратятся надеюсь постепенно все эти избиения хамские и прочее кандидатов независимо от партии. Шуфрич никогда не был моим другом и я не уважаю партии регионов понятное дело. Но нельзя так опускаться применять насилие. Вы побейте Шуфрича и его партию избирательными голосами. На участке это будет честно и ответственно. Они за угла по голове. Это первое. Если президент будет дальше тянуть с подписанием этого закона, у людей бешенство нарастает. Потому что восьмой месяц работает новая команда. Все как сидели, так и сидят. Тех, кто хотел убежать, убежал, и никто их не остановил. Бизнес Януковичей работает дальше. Людей это бесит. Значит, власть должна слушать и слышать. Второе. прокуратура. Не надо принимать никаких законов, у них есть все инструменты для действий. Но, когда вы, журналисты, показываете генеральному прокурору Яреме, что твой зам, заместитель твой на своего сына, на Чада, оформил 140 гектаров дорогущей земли под Киевом, ну, так значит, ты же действуешь. А он не действует. А потом журналисты выявляют, что сын Яреме назначен на очень важную должность руководитель департамента в регистрационную службу. Может быть, он очень яркий, но почему-то как-то так получается, что как только чиновник получает кресло, сразу вся родня пошла. Так вот, если такие вещи не будет останавливать президент, а он носил Ярему на позднем прокурора, то тогда новая Верховная Рада, в которой будет наша другая фракция, поставит вопрос об ответственности Яреме и вылетит. Точно так же, как и глава Нацбанка. Президент внес, эту женщину никто не знал, под его доверие избрали. Ребята, работайте, а когда доллар пошел вверх, а гривня пошла вниз, и любой, кто имеет бизнес, и любой, кто держал на черный день, окажем моя мама, что-то, какие-то деньги, и они все повалились, а цены пошли вверх, то ребята, за это кто-то ответит или нет? Можно подержать паузу неделю, две, три, четыре. Но если президент не обеспечит нормальную работу своего человека в Нацбанке в интересах людей, то глава Нацбанка вылетит через парламент. А если и дальше будут закрывать глаза, как закрывал Янукович на все, что творилось, то вылетит вся команда. Майдан уже научился, и он сделает это быстрее. Значит, не надо допускать до социальных потрясений, нужно делать то, что сейчас сказано и то, что не сказано, абсолютно очевидное. Тогда будет доверие, и тогда легко будет и на фронте, и в мирной жизни. И тогда не будут радоваться наши враги, тому, что мы между собой ссоримся, бьем морды и так далее, и так далее. А страна целесно движется вперед, как вперед пошла Литва, Польша, Болгария и так далее. Но есть же примеры. Есть примеры, но вот это какое-то страстное желание, нежелание или нежелание понимать, что, в принципе, все люди имеют право на человеческое достоинство и жизнь человеческую при попадании в кресло куда-то исчезает. Вот это всегда... Не у всех исчезает. Давайте вы, как ответственный журналист, точно так же фиксировать, как и ответственность имеет фамилию, так и успех имеет фамилию. Так же мы говорим. Конечно. Есть плохие художники, музыканты, есть классные, есть плохие чиновники, есть классные. Бывает такое. Есть достаточно людей на разных уровнях, которые работают честно, порядочно, не воруют. Давайте таких замечать и продвигать вперед. Ценить, пускай эти единичные случаи. А не просто сказать, да все, на ворье, пошли не в баню, я не хожу на выборы, я лучше попью пиво. Ну, тогда будет это шабло. Анатолий Иванович, вы знаете, есть один момент, который говорит мне о том, что вас здорово побаиваются. Наверное, не один. Но вот один такой косвенный. Таким элементом является клонирование. Вот клонирование на президентских выборах. И сейчас я смотрю, что есть аналогичная ситуация даже в парламентских списках. Давайте мы предупредим наших сограждан о том, чтобы они были повнимательнее. я поясню людям, ну, наверное, в Одессе все понимают, может быть, дальше где-то кто-то, не все знают, что такое клон, да? Вот на президентских выборах была моя фамилия Гриценко. И вдруг срегистрировали некто Гриненко. Человек, который не проводил избирательную кампанию вообще, не формировал комиссии. Никто его не знал. Но он украл по факту у меня результаты двух областей. Более 70 тысяч людей ошибочно поставили птичку возле фамилии Гриненко. Она была раньше, чем Гриценко. Сейчас то же самое. Громодянская позиция нашей партии номер 27 регистрируется еще одна со схожей назвой Громодянский рух. Хочу обратить внимание, боятся почему-то только нас. Наверное, мы поперек горла. Но я психологически понимаю, мы входим парламентом, кто-то из него вылетает. Ребята, не до такой же степени. Потому что нету возле Батьковщины схожего названия, возле Блока Порошенко, возле Свободы нету схожего. Почему-то возле нас. Все равно пройдем. Не нужно заниматься этими грязными делами. Многие страны, которые были намного слабее и беднее, чем мы, например, в 91-м катаже Польши, куда возили все, от отвертки до лампочки, они уже забыли, отбросили этот хвост, стали людьми и идут честно на выборы. Я даже видел здесь, в Одессе, в округах, есть там по пять, по шесть с одинаковыми фамилиями зарегистрированных. Ребята, это Европа? По большому счету, это Одесса? Ну, нельзя так. Ну, нельзя так. Побеждай честно, проигрывай с достоинством. Ну, не надо унижений, должна быть все-таки какая-то мораль. О морали, о чести, о достоинстве мы сегодня говорили с номером один партии громадянская оппозиция Анатолием Степановичем Гриценко. Я благодарю вас, Анатолий Степанович, и надеюсь на то, что мы будем очень внимательны. До новых встреч в эфире. Продолжение следует...